В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня коммерческий директор конструкторского бюро «Аврора» Виталий Савельев. Здравствуйте, Виталий! Мы знаем, что в начале сентября в Владивостоке прошли соревнования среди катеров на солнечной энергии. И ваш катер занял первое место. Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей уникальной разработке и о соревнованиях. Здравствуйте! Ну, на самом деле, это уже третий год, когда мы принимаем участие в этих соревнованиях. Это совершенно новый катер. Точнее, не совершенно. На этом же катере мы катались в прошлом году, и команда его слегка модернизировала в этом году. Одна из уникальных особенностей нашей лодки или катера от остальных заключается в том, что мы изначально создавали универсальную платформу, на которой можно изменять любые характеристики. В зависимости от того, где проходят соревнования, какие используются компоненты, мы можем быстро перестроить центр тяжести, крепление крыльев. И, наверное, это нам как раз дает такое преимущество и возможность на одной и той же лодке, на одном и том же транспортном средстве уже многократно участвовать в соревнованиях и занимать лидирующие позиции. Чтобы понимать масштаб соревнований, расскажите, сколько, может быть, участников было? В Нижнем Новгороде, насколько я помню, было в районе 6-7 команд. В Владивостоке было 5 команд. Причем 3-4 из этих команд, абсолютно 3 команды были новые. Чем ваша лодка отличается от лодок других участников? Конструктивными особенностями строения. Наверное, одной из ключевых инноваций, которые используются именно в лодке, приводимой на солнечную энергию с нашей стороны, это применение подводных крыльев. Как раз вот эта характеристика позволяет лодке достигать тех скоростей и уходить от конкурентов. Так же, как мы сугубо инженерная команда, в отличие от команд, которая имеет большой опыт, большую квалификацию в судостроении, в строении лодок, то мы со своей стороны внесли как раз большой вклад по инженерной, по системе питания, увеличили максимально КПД и возможности этой лодки быстро получать заряд и максимально долго двигаться. То есть можно утверждать, что вы единственные в России? Мы пока единственные в России. Команда, которая построила полноценные катеры на подводных крыльях на солнечной энергии. Но сейчас мы уже видим несколько параллельных проектов, которые направлены на то, чтобы выйти в этот же класс и повторить. Так что будем надеяться, что в следующем году мы встретимся и увидимся с этими ребятами уже в условиях соревнований. Вот если уйти из науки в жизнь, где можно применить вашу разработку на практике? Дело в том, что разработка изначально включает большое количество технологий и даже важен не столько конечный продукт, его видение, как непосредственно сама лодка в законченном варианте, по отдельности те системы, те какие-то технологии, которые реализовывались. Допустим, в рамках реализации проекта у нас состоялась плотная кооперация, взаимодействие с рядом заводов, которые производят солнечные панели, модули зарядки, аккумуляторы. С одной стороны, это позволило нам, как конструкторскому бюро, которое ведет разработки в этой тематике, получить новых партнеров, получить доступ к новым технологиям. С другой стороны, в виде такой кооперации у нас есть возможность вместе реализовывать какие-то проекты совместно с этими партнерами, производителями. Ряд таких проектов в настоящий момент обсуждается. А если говорить о планах на будущее, с лодкой все закончено или вы планируете дорабатывать как-то дальнейшую эксплуатацию? Это такой инициативный проект, направленный именно на соревновательную часть, на больше не коммерческую основу, а на, во-первых, ребята могут, инженеры, которые задействованы в конструкторском бюро, могут в таком сплоченном коллективе выехать в режим соревнований. Причем сейчас уже последний этап, опять же, проводится на открытой воде. Есть возможность у ребят посетить различные водоемы и опробовать себя в профессии пилота этой лодки, сопровождающего инженера. Мы планируем этот проект также дальше поддерживать, развивать, но, наверное, основного фокуса на коммерческую составляющую, на производство этих лодок мы для себя как-то не ставили, такого не было. Большая часть проектов, которым задействовано наше конструкторское бюро, это проекты по направленности беспилотных транспортных средств, беспилотных транспортных систем. Вот как раз про них я хочу у вас спросить. Какие у вас текущие проекты? Я знаю, что у вас их очень много. Может быть, самые интересные для вас? Расскажите. Ну, у нас продолжается развитие проекта по беспилотному автобусу с нашим партнером компанией «Волгобас». В этом году в Скоку идет подготовка маршрута полноценного запуска и уже строительство автобусов, которые были анонсированы. Называются они «Матрешка». Это полностью беспилотный шаттл шестиместный, который способен совершать движение по маршруту, которому он заранее обучается без водителя автономно, совершая остановки, пропуская пешеходов. То есть транспортное средство с такой повышенной интеллектуальной составляющей. Я правильно понимаю, что в ближайшее время, совсем вскоре, мы уже увидим на дорогах беспилотные автобусы? Ну, этот проект направлен, по крайней мере, в горизонте планирования ближайших двух лет на закрытые территории. Он будет реализовываться на участках, где нет непосредственных пересечений с большим количеством транспорта, нет скоростных режимов. Это закрытые какие-то кампусы университетов. В различные территории предприятий, заводов, парков пока идет направленность туда. Но в ближайшее время подразумевается на горизонте планирования 20-го уже года, 22-го, внедрение технологий и полноценная интеграция на маршруты, где движется техника, где уже оживленное движение. Кроме автобусной тематики, у нас в настоящий момент прямо вот в начале сентября проходит выставка вооружения «Армия-2016» в Москве. Которая будет ввод сейчас на... Да, в парке «Патриот». У нас там представлена новая разработка, полностью гибридное гусеничное шасси грузоподъемностью 500 кг. Это универсальная робототехническая платформа, на базе которой можно создавать любые инженерные, либо боевые роботы. Данная платформа позволяет свести к универсальности системы автономного вождения в условиях плохой проходимости. Данный проект мы развиваем с МЧС России и параллельно с Рязанским десантным училищем. Кроме того, у нас есть еще интересное направление по внедрению беспилотных технологий в сельское хозяйство. Прямо буквально на следующей неделе у нас должен начаться в Рязанской области цикл испытаний совместно с рядом агропредприятий и агрохолдингом. Виталий, в прошлом году мы знаем, вы стали лучшим инженером по итогам всероссийского конкурса и одновременно лучшим предпринимателем в сфере инновации. Что вам дает совмещение двух таких разных сфер – бизнеса и науки? Ну, наверное, каждая сфера, она интересна по отдельности. То есть, если есть возможность заниматься наукой и совершенствоваться в этом направлении, это очень здорово, это очень большие потенциалы. Бизнес – это тоже очень интересное поле игры. А когда есть возможность коммерциализовывать те вещи, которые самостоятельно ты или твоя команда разрабатывает, то здесь получается просто неограниченный потенциал для творчества и возможность преподнести что-то новое в этот мир, что-то удивительное, чего еще не было ранее. Мы желаем вам удачи в реализации ваших проектов. Время передачи, к сожалению, подходит к концу, но мы надеемся увидеть вас в нашей студии снова. И напомню телезрителям, что у нас в гостях сегодня был коммерческий директор конструкторского бюро «Аврора» Виталий Савельев. До новых встреч в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!